Если посмотреть на улицу Максима Горького в сторону улицы Щелкунова, то на первый взгляд все хорошо. Видно укатанный щебень, отсутствуют лужи, мимо проезжают легковые автомобили, рядом лежит новенький тротуар. Однако, если развернуться на 180 градусов, перед глазами встает картина не для слабонервных. Если представить, что здесь рядом нету жилых домов, то это место напоминает поле битвы Первой мировой войны. По слухам, на этом участке улицы Максима Горького по самый мост садились грузовики. Особенно ситуация усугубилась на прошлой неделе. А ситуация изменилась из-за песка, который привезли сюда около двух недель назад. Примерно тогда же пошли затяжные дожди, и дорога превратилась в месиво. Отваживаются здесь ездить только обладатели полноприводных джипов и грузовики. Местные жители теперь уже с тоской вспоминают времена до ремонта. Тогда еще можно было проехать. Тогда была хоть грязная дорога, но она самая твердая. А сейчас вот песком с глиной завалили, вода не уходит, и вот такая получилась каша. Можно печкой лепить. А вы сами водители пробовали здесь ездить? И если без личного транспорта еще как-то можно обойтись, то сложно только представить, какой урон такие дороги могут нанести бизнесу, завязанному на обслуживании автомобилей. Особенно пострадал владелец шиномонтажа. Клиенты просто не могут здесь проехать. А буквально в конце прошлой недели ему пришлось спасать скорую помощь, которая спасовала перед грязевыми ваннами. Буквально две недели назад дорога была лучше. Скажем, мы проезжали ликовые автомобили, грузовые проходили. На сегодняшний день ситуацию, видите, сложившиеся на дороге. Две недели проливных дождей. И на сегодняшний день у меня бизнес из-за этого страдает. На стоя не едут, на переобувку резины тоже не едут, что монтаж не работает, люди без работы сидят. Было такое дня, четыре назад грузовики сидели, в пятницу скорая помощь не могла проехать к людям, жильцам. То есть помогали мы тут, пытаться, сколь, газель, скорую помощь. Такие вот условия у нас рекомендуемые. Местные жители как могли пытались исправить ситуацию. Давали информацию в социальной сети, обращались в администрацию. Судя по всему, их услышали. Сегодня на проблемном участке была замечена техника. Правда, лучше не стало. С поднятым идет ножом-то. Ну а что, хоть отпусти. Где так видно, что он вообще не берет, смотри, ножом-то. Так просто ездит зад-вперед. Местные жители очень надеются на изменение ситуации. От непроходимой грязи устали все. Тут участок дороги от Восенина до Энгельса, который засыпали песком. Не получилось дороги просохнуть и пошли сплошные дожди, поэтому сегодня дорога стала непроезжей. Сегодня разрабатываются варианты решения какие-то. Сверху этого песка какой-то грунт определенный. То есть или щебень, или еще какой-то плотный для того, чтобы дорога была в нормальном состоянии. В ближайшее время варианты решения мы обязаны найти. Если ситуацию не исправить сейчас, то что здесь будет весной, даже страшно представить. Степан Кришановский, Антон Карев, телеканал Русский Север.